Друзья, у меня просьба к иностранным студентам, коллегам, кто покупает уроки из-за рубежа. У нас появилась китайская карточка UnionPay. Если кто-то из вас собирается делать покупку в моей онлайн-школе, выйдите со мной на контакт, и мы попробуем осуществить транзакцию через эту китайскую карточку. ИС. Слава, вы используете для поиска идей современной технологии. Photoshop, Corel, Painter, фильтры и так далее. Но как-то не очень. Даже есть такие люди, художники, мои знакомые, которые проводят мастер-классы именно по рисованию в Photoshop. Имеется в виду этюдов, натюрморты в основном. И они ищут, благодаря этим технологиям, тональные отношения, композиционные, обобщение делают. Я как-то попробовал. Это работает, конечно, и все это быстро видно. Но мне милее. Вот все-таки краска, бумага и делать эскизные бумаги. Что-то в этом есть живое. И я так чувствую цвет, чувствую больше. Нет пластики, есть живая энергия цвета. Как ни посмотри, все-таки сохраняется другого качества энергии. Ты понимаешь лучше. Ну, я, по крайней мере, когда работаю с бумагой или с холстами эскизы делаю. А что пампушек? Не пишете? Ветер спрашивает. Ну, почему? Пишу разные модели, приглашаются на наброски, например. И это очень интересно. И мужчины, и пампушечки, и тростиночки, и булочки. Все есть. Мария, тут длинное письмо о том, что руководитель, ну, педагог такой вот, так, раньше все в студии разговоры были о том, что Сталин красавчик, ну и все такое. Короче говоря, сами понимаете, человек, видимо, поддерживает то, что происходит. Если ты, Мария говорит, что ей тяжело стало ходить на занятия к этому педагогу, подскажите что-нибудь. Простая подсказка. Вы же учитесь искусству, ну, технике, мастерству. Булочник, например, может быть, я не знаю, сталинистым или еще того хуже, каким-нибудь фашистом. Булочник. Ну, нет другой булочницы, а сами вы не печете хлеб. Вы покупаете хлеб, который кушаете в этой булочной, а он там продавщица, например, она мя-мя-мя-мя-мя. Вы покупаете булочку, идете кушать ее с молитвкой. Вам нужна булочка, вам от этого педагога нужно его умение рисовать, научить вас рисовать или там писать. Все. И вот это искусство невовлечения идти по центру крыши. Если вы в левую сторону или вправо, вы упадете с этой крыши. С левой стороны там одни, с правой другие. Нужно по центру идти. Тогда ваш путь по этой крыше, естественно, вы должны встретиться с кем? С Карлсонами. Он несет вас на своем пропеллере вместе в чистые земли. И там вы будете, научившись, забудете про этого сталиниста. Творить, творить красоту. Спорить с ним или с теми, кто зомбирован, бесполезно. Абсолютно бесполезно. Аргументы не работают. У них четкая, выверенная годами позиция. Основанная, как правило, на ложных фактах. Не нужно никого переубеждать. Живите своим миром, миром тех, кто рядом, кто понимает. Делайте дела с теми, которых вы готовы обнять. Как говорил Слава Полунин. Не имейте бизнеса и вообще никаких дел с теми, кто вам неприятен. Друзей не может быть много. Достаточно тех, кого вы можете обнять. Все. Ольгея, спасибо, что в таком коротком видео. Интересно и уютно. Не очень у меня получается не прописывать детали. Наверное, это дело времени. Желание есть. Ну, просто надо вести работу так, Ольгея. Распустить глаз, прежде всего. Распустить – это значит смотреть как бы не в фокусе. И тогда можно все видимое пространство, вот какую-то композицию вы задумали, мотив, разделить на простые пятна и их заложить. К нему второе. И потом уже в этом пятне, в каком-нибудь там сером, ну, конечно, там есть нюансы. Что-то темнее, что-то под мышками особенно потемнее, здесь посветлее. На нюансах. Но самая светлая часть, к стене-то мы же берем, и к картине к темной берем. В этом пятне, короче говоря, мы в узком диапазоне работаем. Опять, не уходя в какие-то вот строчки, в каждую вот эту пору. Мы все время держим целое. Это приоритет. А детали только в каких-то самых важных местах. Просто себя держите, вот эту мысль, на бумажке напишите. И тогда самые важные места, то есть центр композиции, или их может быть там два какой-то, под центр, под пункт, они будут работать на фоне каких-то обобщенных, простых решений. Задний план же можно вообще, если голова, вот эта вот башечка, а глаза особенно, нужны, то остальное неважно, их можно обобщить. Павел Гуляев. Леонардо да Винчи в трактате о живописи говорит о том, что язык живописи создан давно, и создан для того, чтобы говорить о красоте мира. Заботиться больше всего надо о содержании, почерк появится сам. Маньеризм – не задача искусства, и не задача для большого мастера. Не потерять чувство меры в отображении красоты мира – одна из больших задач перед любым маэстро. Спасибо вам за ваш труд, но тут хорошие слова. Спасибо вам, Павел, за вашу прекрасную реплику. Мне все нравится. Мне милее все-таки еще и посыл Фешина Николая, который говорил, что не важно, что для него, а важно, как. Это не маньеризм, на мой взгляд. Это виртуозность, к которой он всегда стремился и ставил ее во главу угла. Это виртуозность, то есть как это сделано. Но согласитесь, певец поет, я не знаю, в повороте. Виртуозно владение голосом такое, что мы не знаем, я не знаю, о чем он поет. Могу догадываться. Но мы заслушиваемся, как это спето, сыграно. Музыка, например, хорошо. Но содержания в музыке нет практически. Но какое может быть содержание? Я в детстве размышлял и спрашивал у родителей, а как вообще слушать музыку, например. Я не знаю, что Штакович какой-нибудь звучит и что там происходит. Или, я не знаю, Шульберт, например. А мне мама объясняла, что ну вот здесь, видимо, солдаты побежали, а тут они остановились, что-нибудь там. То есть она содержание пыталась мне вложить как под текст на звучание этой музыки просто музыки. Симфонии, например, какой-нибудь. И я не понимал, у меня картинка не складывалась. Причем здесь музыка, и кто-то куда-то побежал, и какие-то действия на сцене, в опере, там, например, происходят. Как потом оказалось, что музыка – это просто чистота, волны энергии, которые мы воспринимаем прямо. Не мозгом, который там все раскладывает по полочкам, события происходят во времени. Это не событийность, а это чувственность. И что тут с содержанием делать? Заботиться всего надо о содержании дорогой Леонардо да Винчи. Какое у меня тут содержание в музыке, например, или в танце? Чего там за содержание? Гапака, например, ты танцуешь. Какое содержание? Ты же не считаешь, сколько человек приседания делает, когда он гапака танцует. Или летка-енька, например, трым, трым. Сколько он прыжковает, трым, сделает. Это же не важно, какое содержание. Содержание в том, что все друг за другом за плечи держатся и пляшут, мне кажется. Есть общность какая-то. Ха-ха. Весело всем. И опять же, разминка. Прорабатывается широчайшая, зубчатая. Марина Волкова, большое спасибо. Как здорово было побывать на выставке. Глоток свежего воздуха. Я давно не видел ничего нового от Бато. Но то, что увидела здесь, это отокровение. Кстати, выставка продолжается. Красноказарменная. Дом 3. Галерея. Альперт. Это другое. Это качественно новое. Но все равно узнаваемое это Бато. А чем объяснять тематику многих картин, которые... Самое начало 20 века. Ну, тематика, насколько... Это, конечно, вопрос не ко мне, а к Бато. А вы можете на выставку сходить и, может быть, ему написать напрямую, и он вам ответит. Насколько я заметил, тематика у него одна. Это восхищение светом, цветом. Он с упоением работает над композицией в каждой работе, бесконечно. Нисходя с точки, с одной, просто крутится в разные стороны. Ну, или в одну сторону писать и писать различные решения композиционные. Вообще, это ключ к тому, чтобы словить какой-то, не знаю, кайф от того, что ты художник. От того, что ты сочиняешь на эту тему бесконечное количество решений. Какой-то новизны, такой сумасшедшей новизны. Так вот, это ключ к тому, чтобы пробовать, не сходя с точки, рисовать различные варианты решений одного и того же мотива. Попробуйте, это очень здорово. А по поводу его тематики, ну, это касается чувств. И это настолько тонко и настолько индивидуально. Это все равно, что нельзя расшифровать или какой-то один смысл придать одной картине. И вот, рассказать об этом я писал. Нет, каждый зритель подойдет к одной работе и тихо будет свое что-то там прорабатывать. Буря эмоций, у каждого будет своя буря. Свой аромат. Каждый почувствует восприятие вот одного произведения. Вообще, картина – это о молчании. К произведению подходят все тихо. Кто-то, конечно, перешептывается там, что, о, как что-то мне эта Мадонна не очень. Ну, как история Сраневская, знаете, конечно. Но в основном тишина. Картина – это о тишине. Любить человека. Разве можно громко? Это, наоборот, слова исчезают, когда ты чем ближе подходишь к тому, кого ты любишь. Нет слов. Так и здесь. Это акт любви. Художника с мирозданием и зрителя с этой энергией. Мир в этот момент исчезает. Ничего нет. Только твое восприятие… Тебя нет. Есть только твое чистое восприятие того, что ты видишь. Все. В этом смысле художника уже давно, может быть, и нет. А дело его живет. А энергия, запечатленная в его работах, транслирует и транслирует сквозь века. Жизнь продолжается, потому что она излучает вот это качество энергии. Тонкое нечто, чему нет названия, заставляющее трепетать нас всем сердцем. Новый урок 44-й появился в онлайн-школе. Я делал анонс до этого, так что заходите. Вся эта история с тем, что мы рисуем, пишем модель и учимся, говорит о том… Это как в академии. Мы же там только на практику ходим, на пленеры, но весь год мы работаем с моделью. Это учит нас воспринимать форму, умение рисовать форму. Научившись рисовать модель, мы можем без труда нарисовать дерево, домик, дорогу и так далее. Это общение с формой, цветом. Поэтому предлагаю к этому относиться серьезно. Серьезнее, чем, казалось бы, модель, обнаженка. Нет, это форма, освещенная светом. Есть полутень, тень, свет. Ну и еще вот этот анонс. Для примера заходите в школу, 10% скидки обеспечено. 41-й урок посвящен живописи, темперой, обнаженной сидящей фигуры в профиль. Несложная по рисунку тема, но возьмите, пожалуйста, те, кто смотрит уроки, карандаш для того, чтобы вместе со мной изучить структуру этой фигуры, ее конструкцию. И только потом, когда вы убедитесь, что пропорции соблюдены, что все на своем месте, вы можете взяться за кисть и проработать нечто подобное темперой или гуашью. Есть определенные тонкости построения, конструктивного построения фигуры. Об этом в уроке. И есть тонкости освещения моделей. Общий заполняющий свет холодноватый, а по светам теплый. Так и нужно писать ее целостно. Один план заполняющий, ну как бы боковую часть, холодновато. Разделить все на холодный и теплый свет. Интенсивность холодного и в тоне, и в цвете можно варьировать. Также можно варьировать и интенсивность, насыщенность теплого цвета. Разделение на тепло и холод, когда вы пишете модель, когда ставите свет, очень помогает решению творческих задач. Надеюсь, что этот урок вам будет полезен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok